На Псалом 139 Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Замечательно, что пророк не молился об избавлении от демонов, львов или драконов, но от лукавого человека. Очевидно, значит, лукавые люди хуже львов. В самом деле, львы пощадили Даниила, а иудеи Господа распяли на кресте, или ее вороны питали на горе, а Иосифа братья пожрали, продали, не вняв его мольбам. Умолял их отрок не продавать его иноплеменникам, но ни мольбы его не смягчили их чрезмерного бессердечия, ни юный возраст не внушил им жалости, ни братская кровь не заговорила в них, как будто ни один и тот же сеятель посеял их, и ни одна и та же почтенива возрастила их. Но без всякой пощады они, благороднейшего и притом брата, продали как раба. «Избавь меня, Господи, от человека злого!» Дикие пчелы питали Иоанна в пустыне, а Иеродиада во время пира обезглавила его. Драконы, змеи и аспиды стыдились этого человека, а развратная женщина не устыдилась пророка. Даниил в Вавилоне истребил дракона, а Давид не смог победить зависти Саула. Змей только обольстил Еву, а Каин своим коварством погубил брата. «Собака Каин, подвергаемый ударом, подчиняется владыке, а Иуда, питаемый, предал Господа». «Избавь меня, Господи, от человека злого!» А не от зверей, потому что злобы зверей все оберегаются, а лукавые люди скрывают свою злобу под видом кротости. Подобно тому, как отравители часто прибегают к помощи меда, чтобы его сладостью смягчить горечь и яда, так у лукавых людей в устах сладкие слова, а в сердце горький нрав. На языке они носят мед, а в уме куют меч. Иными представляясь со вне, иными таясь внутри. Лукавый человек, конечно, опаснее зверя. А как? Послушай. Зверь, не имея разума, не находит зла против человека, потому что он не соображает и не пользуется указаниями ума и хитрости. А лукавый человек, владея разумом, пользуется им в своих целях и, когда хочет при его помощи, изобретает ловушку. «Избавь меня, Господи, от человека злого!» Не от злого ангела. Есть эти злые ангелы, о чем упоминает Давид. Послал на меня гнев ярости своей. Ярость и гнев, и скорбь посольства злых ангелов. И уравнял стезю гневу своему. Но злой человек хуже злого ангела, потому что злой ангел исполняет повеления Божие, а злой человек искажает его повеления. Что злее дьявола? Но, однако, позавидовав Иову, он не осмелился приступить к нему без божественного повеления. А злой человек, слыша, любите врагов ваших. Не только не любит врагов, но даже и благодетелей ненавидит, их ищет убить, как это делал Саул с Давидом. В самом деле, Давид низложил его противника Голиафа и освободил его от страха. А он коварствовал убить его. Затем злого духа Давид прогонял от него своей игрой на гуслях, а он изощрял меч на него и потрясал копьем. Таков злой человек. Чем больше получает он благодеяний, тем больше разжигается завистью. Сила благодеяний является пищей для злобы, облагодетельствуемой от человека. Избавь меня, Господи, от человека злого. Не от бесов. Бесы прогоняются знамением креста, а злой человек противоборствует самому Господу. Павел одним словом изгонял бесов, а злоба Александра Кавача победить не мог. Александр Медник, говорит он, много зла сделал мне, да воздаст ему Господь. Избавь меня, Господи, от человека злого. Не от человека доброго. Добрый человек из доброго сокровища сердце свое выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Из своего сердца, как бы от корня какого, каждый из них возвращает свое доброе доброту, а лукавое лукавство. И как от горького корня и ветви, и листья, и цвет, и плоды, и все горькое, так и у лукавого человека и походка, и взгляд, и вид, и действие лукаво. Так о ногах их говорит премудрый. Уклонись от них и пройди мимо, ибо ноги их бегут на зло. Притча 4.15.1.16. Что касается рук их, то вот как молится пророк. Избавь меня, Господь, из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя. Об оке лукавом говорил Господь. Или глаз твой завистлив от того, что я добр. Матфея 20.15. Избавь меня, Господи, от человека злого. Такой человек спитает коварство и защиряется в лицемерии, кует сердце зависть. От человека злого, не от человека праведного, потому что праведник печется и о жизни скота. Как написано в 3.12.10. А неправедные даже на души людей покушаются. Праведник печется о жизни скота. Как Моисей, взойдя на гору, напоил овец и афора. А неправедный фараон первородных еврейских топил в реке. Один водой поил овец, а другой водой же губил людей. Итак, насколько только возможно, нужно избегать лукавства и неправды. И не только избегать, но и избавлять обижаемых от руки обидчиков. Как Авраам избавил лота, попавшегося в плен из рук он и племенников. Как сам лот избавил ангелов от беззакония садамлян. Конечно, природа ангелов сама по себе неприкосновенна. Но тут дело было в легкомыслии людей. Так и Моисей избавил народ еврейский из руки египтян. Так Давид освободил Саула от насилия демона. Так трех отроков в горящей печи сохранил сошедший к ним ангел. Так Даниила из Орва Львинного извела вера. Так Иону в очреве китовым спасло покаяние. Так Иеремий из грязной ямы освободил евнуха в милях. Так Даниил в Вавилоне избавил Сусанну от суда беззаконных стартов. Так Господь все человечество и исторка из руки дьявола. Так апостолы избавляли одержимых духами и болезнями. Но не на одних мужей возлагается обязанность поступать так. То же самое внушается и женам. И действительно, многие женщины и многих избавили от смерти и опасности. Так Сара избавила Авраама из руки Авимелеха, мудро назвавший его своим братом. Так и Ревекка, сына своего Якова, избавила от руки брата его Исава, посоветовавши ему бежать. Так Рахиль отца своего избавил от служения идолам, укравши у него бездушных идолов, потому что украла не сыной какой целью, а чтобы избавить отца от идола служения. Так Раа в блуднице избавила соглядатаев от руки иноплеменников, спрятавши их в сухом колодце. Так Милхола спасла Давида из рук Саула, открывши ему тайну. Так Авигея спасла Навала от смерти, умоливши Давида. Так мать Моисея избавила младенца от руки фараона, положи его в корзину. Так Марфа и Мария, брата своего Лазаря, извели из могилы, разжалобивши Господа. Так вдовицы Тарифу избавили от смерти, умоливши Петра. Так вера исцелила кровоточивую. Апост спас Мунивитян. Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Посмотрим, от кого в частности молит пророк избавить себя. Лукавый человек это Доик, а муж неправедный Саул. И именно Давид, убегая от Саула, пришел в Ном, в город священников. И здесь священник Авимилех дал ему копье Голиафа, иноплеменника и хлебы предложения. Доик же и Думиянин, надзиратель ослов Сауловых, был свидетелем того, что здесь произошло. Он пошел, окривитал Давида и священника Авимилеха, говоря, «Вчера я был в городе Номби, и там был Давид, и священник Авимилех дал ему хлебы и копье Голиафа, иноплеменника. Тогда Саул, разгневавшись и весь исполнившись ярости, говорит окружающим его воинам, «Убейте священников, живущих в городе Номби». Те не смели поднять рук на священников, так как страх Божий удерживал их руки, а прежде рук — намерение. Тогда, обращаясь к Доику, Саул говорит, «Умертви ты всех священников Господних, ни щадя, ни старца, ни юноши, ни женщины, ни девицы, ни младенца, ни сосущего грузь. Уничтожь все, да осла, овцы и тельца включительно». Доик пошел, разделив свой отряд, одним приказал окружить город, чтобы никто не убежал и не спасся, другим же приказал поджигать город, а сам, как лево, алчащий кровью, стремился на жителей города, как на овец, заключенных в ограде, и убил в тот день триста пятьдесят ереев, носивших ефот, и не пощадил ни старца, ни юноши, ни девицы, ни женщины, ни грудного младенца, и ни одной головы из овец, тельцов и ослов, а сам и город сожег огнем. Тогда Давид, узнав об этом, убегая, и говорил, «Избавь меня, Господи, от человека злого! Сохрани меня от притеснителя!» Действительно, необычайные жестокости были совершены. Кровь юноши смешалась с кровью детей, уста младенцев сжимали материнскую грусть. Незрелая жатва была снята прежде времени. Колосья прежде времени подрезаны серпом, и виноград, еще не созревший, уничтожен градом. Женские тайны, которые нужно было скрывать, обнаружены были перед всеми. Потому что головные покровы срывались, и волосы рассыпались, обнажались груди, которые даже лучей солнца стыдятся, и члены, которые сама природа научает скрывать. Так кто может изобразить все то, что тогда было совершено? Итак, если так поступает лукавый человек и неправедный муж, то никогда не перестанем усердно молить Бога, говоря, «Избавь меня, Господи, от человека злого!» Не только устами будем молиться об этом, но и добрыми делами будем стараться заслужить, чтобы наше моление было услышано. Если таким способом мы будем умолять Бога, тогда мы будем услышаны. И Он не только от лукавого человека и неправедного мужа избавить и спасет нас, но и от невидимых врагов наших защитит нас, и вместе с земными благами удостоит и вечных своих благ. В особенности же взаимную любовь между собой будем сохранять чистой и нелицемерной, и благополучие ближнего будем считать собственной пользой. В этом именно отношении люди могут возвышаться в подражании Богу, насколько им это вообще доступно. Ведь и Бог наш есть любовь, так и называется. Ему слава и держава, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сыну и Святому Духу,